наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушатели и зрителям начнем наверное с предстоящей отставки судьи верховного суда браера да у нас верховный суд регулярно попадает в центр внимания ну и вот еще один случай такой тем более что видимо эта история она тоже надолго благодарю поляну волкову за помощь подготовки выпуска и в принципе отставку браера все и так и так ожидали было в общем то понятно что мы ожидали что это случится во второй срок трампа ну вот что вышло то вышло и теперь понятное дело что либералы потирают руки потому что заменит его на кого помоложе и полевее ну а нам в общем то стоит немного вспомнить о том к чему приводили так называемые символические назначения сейчас вы поймете что я имею ввиду и второе это тоже немного вспомнить о том как те или иные кандидатуры срывались тоже мы к этой теме обращались но сегодня стоит их снова вспомнить и имеет ли смысл республиканцам пытаться срывать будущую кандидатуру которую точно предложит байден уже ну довольно таки скоро я пока не буду говорить о потенциальных даже кандидатках как вы знаете потому что байден нацелился на чернокожих женщин в этой роли те там фамилии что мелькают и то что с ними связано естественно ничего хорошего нам не обещает но давайте пока подождем а что касается самого браера то вне всякого сомнения если бы он ушел в любое другое любое другое я имею ввиду в республиканск во время республиканского президентства это был бы однозначный плюс потому что человек ничего особенно положительного в верховный суд не принес но было все тем же представителем юридического активизма который видел в конституции ли что тот самый документ который можно переделывать в зависимости от конъюнктуры и в общем и целом он этой сомнительной философии исследовал ну да сейчас естественно говорят что он был не особенно скандальным а доброжелательным джентльменом и так далее и так далее как бы наверняка вполне допускаю что это действительно в оба и вообще не вполне себе приятный человек но если разделе различать все-таки человеческие качества его профессиональные то повторюсь в суде он ничего хорошего на моей памяти не сделал да и не мог наверное сделать но теперь что касается ситуации с его потенциальный замен но байдена уже естественно как уже еще пока вел предвыборную кампанию обещал что будет обязательно назначена черная женщина и мне в этой связи вспоминаются три случая когда президент назначали но вот то что называется так скажем символических персонажей даже особенно по большому счету не задумываясь об их реальных заслуг не скажу чтобы это было однозначно плохо но все-таки соотношение 2 1 я пожалуй не буду здесь трогать сатамайор но я потому что ну там тоже ничего хорошего но остановлюсь на трех других случаях но первое такое символическое назначение это еще в шестьдесят седьмом году когда джонсон назначил первого чернокожего это адвоката торгу де маршалла маршал тогда казался так скажем более цивилизованным если хотите вариантом мартина лютера кинга и правозащитных организаций тем более что сам маршал о кинге отзывался кстати не очень хорошо и считал что тут наносит больше вреда чем пользы и более того маршала были даже неплохие отношения с гувером я имею ввиду главу фбр и маршал был известен своими исками нацеленными на расширение прав чернокожих включая то самое знаменитое решение отменившие школьную сегрегацию еще пятьдесят четвертого года и в общем и целом он как юриста был конечно сильно назначение его поэтому прошло достаточно спокойно хотя что самое смешное глава юридического комитета такой южанин джеймс истланд он как раз было естественно против маршала но тем не менее назначение это состоял однако суд маршал принес мало того что свой собственный активизм но он еще привнес и негативное отношение к американской конституции вообще но есть это знаменитая фраза который скорее всего он действительно сказала именно что делайте то что судья должен делать то что считает нужным его закон пусть потом догонять но конечно его этапной речью стало выступление восемь седьмого года он на тот момент еще оставался кстати судьей и тогда маршал в общем открытым текстом сказал что америка создавалась неправильно что отцы основатели сделали нечто такое дефективное неверно что конституция вообще уже давным-давно похоронены и так далее и так далее но и в общем все то что мы сегодня кстати тоже регулярно слышим на самом деле но тогда это конечно из уст судей верховного суда это звучало не очень то есть как гражданин маршал имеет право думать все что он хочет и уйдя в отставку говорил бы нечто подобное но как человек который должен на верховном суде защищать конституцию рассказывать что он считает ее мертвы и что она вся дефективно и неправильно и к оставляет очень большой вопрос ставит очень большой вопрос на все его деятельности как судьи но вот тем не менее это был пример того что таких людей назначать не стоит рейган тоже кстати говоря прокололся в этом плане и даже у него был прокол двойной так его назовем потому что рейган еще до байдена он тоже обещал назначить женщину правда ничего не говорил о цвете кожи и когда уже очень быстро прямо восемьдесят первом году освободилось место то советники рейгана стали ему советовать как положено советником что-то его обещание надо слегка переделать и сказать что он имел ввиду одно из первых назначение а назначить на освободившуюся место борка знаменитого юриста и в общем и целом вполне себе даже тут не важно консервативных или нет важно то что человек который добивался оригиналистского подхода к конституции тем более что республиканское было большинство юридическом комитете сидел стром тормонт и такая номинация она прошла но рейган уперся отправились на поиски подходящие женщины достали сандру дэо коннор вроде сначала она даже казалось достаточно консервативной но в результате оказалось такой вот если хотите предшественницы кеннеди ну тоже между прочим назначение рейгановское и ну робертс чтобы вам было понятно и в целом конечно же это была в общем ошибка если я все таки считаю с ее назначением но к уборку чуть позже вернемся а третье такое вот назначение ну как раз получилось удачным что самое интересное я конечно говорю про кларенс и томас хотя тоже изначально смысл был в том чтобы раз уходит маршал про которого только что он говорил то на его место непременно надо назначить тоже чернокожего чтобы вот сохранилось это самое черное место в принципе подход неправильный будем откровен но здесь да действительно сработало и то что у томаса было прошлое в агентстве которая занималась вопросами равных возможностей ну то есть борол борьба с дискриминацией вроде бы тоже его делала таким правозащитником хотя там-то томас делал действительно приличные вещи он помню сам рассказывал но быстро напомню добивался того чтобы эти иски по дискриминации шли по отдельным вопросам а не по какому-то скопу не скопом то есть этот ныне модную тему но и тогда уже модно восьмидесятые этого преславутого институционного расизма томас ей противостоял уже тогда но со стороны казалось что да раз уж он в этом агентстве был значит он будет подойдет то что томас ассоциировался с республиканской администрации с республиканцами вообще ну это вы знаете чем закончилась об этом буквально через несколько минут но тем не менее да вот назначению томаса она тоже со стороны буша носила достаточно символический характер но здесь уже действительно попал так попал как говорится тем не менее рисковать конечно не надо и то что байден и его советники прежде всего камала харрис потому что вроде как она будет главный в определении будущей кандидатуры назначит уж не обессудьте черт знает кого в этом я к сожалению почти не сомневаюсь то есть ход мысли примерно понятен выкопать не просто чернокожую юристку а еще и активистку какую-нибудь и ее вот туда и пропихнуть хорошо еще они тухил не будут трогать которая томаса оклеветала свое время и здесь мы с вами выходим подходим ко второму момент а именно а что собственно говоря делать республиканцам в такой ситуации вообще тормозить номинации это лучше всегда получалось у демократов более того они даже номинации на своих собственных президентов тормозить но оставлю там в покое то самая знаменитая история ты еще при тайлере у которого в 19 веке был конфликт с конгрессом вообще но вот например кливленд знаете весьма мной уважаемый он был человеком до никсон и и помп единстве был тайлер а потом клевленд и вот никсон который сталкивался с таким активным противодействием конгресс при этом назначение клевленда топили свои же демократы а именно такой сенатор хилл которому у которого с клевлендом был конфликт во время номинации на президентский пост на второй срок и клевленд выиграл а вот хилл говоря языком зощенко затаил в душе хамство и в общем сделал все чтобы номинации эти заваливать пока у него такая возможность была далее у нас был пример никсона опять когда все тот же самый истленд и компания демократическая делали все чтобы загубить две кандидатуры первого обвинили хейнсурта на судью в том что он из профсоюзами себя был неправильно и с гражданскими правами не так у него и по боку с карсовом но считается что он был кандидатом так себе и назначенным спешки но тут тоже главное что вроде бы сенаторы уже хотели лишний раз не конфликтовать но тут спохватились левые стафферы кеннеди который тет и во многом благодаря им кандидатура второго тоже была уничтожена никсона правда удалось равно назначить целый ряд судей но вот то что демократы наверное с этого момента и поняли как это удобно это безусловно но человеком который превратил вообще вот все эти слушания в мерзейшее зрелище и так его назовем уничтожение людей стал председателем юридического комитета по имени представьте себе джо байден и он учинил настоящую травлю совместно с кеннеди того самого борка при этом что самое интересное ведь байден тогда нацеливался в президент это 87 год и более того у них там они сначала затягивали утверждение борка потом они даже с кеннеди поделили затягивали не просто так а чтобы собрать на него в такую коалицию разных общественных организаций которые бы борка травил и более того сейчас смешно прозвучит но тогда байден себя позиционировал 87 году если не консерватором то умеренным если кеннеди нападал слева наборка то байден там вещал о том что главное это права что права они исходят нет правительства от байден такие вещи говорил представьте себе права исходят нет правительства правами человек наделяется при рождении и так далее и так далее но и борка как известно они уничтожены с томасом была в общем похожая ситуация там правда уже байден даже не пытался притворяться умеренным и да кстати смешной момент когда его кандидатура слетела из-за плагиата в том самом 87 году и пошла шутка что байден джо это человек который не лезет в карман за словом вот только чужой карман представьте себе он стал он обратился за сочувствием к тому самому уборку то есть после очередных слушаний когда борк человек которого там вывалили в грязи и обвинили во всех смертных грехах байдена которого и при этом совершенно незаслуженно байден которого поймали действительно на плагиате имел еще наглость подойти к борку и сказать а вот знаете а мы с вами в равном положении ну вот борк человек был сильными нервами он сдержался ничего байдена не сказал она с томасом было тоже абсолютно да еще с российским на самом деле уклоном травля когда сам томас говорит что это слушание сводились к тому что вы смотрите на человека который задает вам какие-то бестолковые вопросы вы понимаете что вообще не смыслит о чем идет речь это про байден если что байден там опять увещала естественном праве рассказывал что естественные права бывают правильные бывают неправильные что вот если надо как раз уже что то что исходит от правительства это все правильно а если они защищают экономическую свободу и частную собственность это уже неверно какие-то там книжки советовал томасу читать ну в общем призвился и выставила себя прям скажем с наихудшей стороны но главное что в конце концов он к счастью томас я имею ввиду прошел и опять мы к нему возвращаемся но остается по сей день в суде но на таком ударном фоне добыли попытки и али то тоже как-то там установить но все-таки не такие буйные на этом фоне да то что республиканцы просто-напросто тормознули утверждение гарланда но это выглядит прямо скажем какой-то детской забавы и вопрос естественно остается а что сделать теперь потому что ну с одной стороны вроде бы понятно что ничего не получится скорее всего так как комитет юридически там у нас дик дербин сидит и собственно говоря демократы здесь ждать что кто-то вроде синема или манчина вдруг будет голосовать против когда дело дойдет до утверждения всем сенатом я думаю не стоит здесь они все станут единым фронтом более того уже со стороны республиканцев звучат слова что а давайте там не будем конфликтовать и грэм уже заговорил о том что надо утверждать и так далее так далее и уверенно еще найдутся персонажи среди республиканцев которые будут выступать за то что утвердите подписаны из плеч долой что называется я все-таки не думаю что надо так легко сдаваться даже если шансы на то что новая кандидатура будет смещена аннулированные так далее минимальные хотя мы с вами видим что уже несколько человек которых байден пытался назначить они сошли с дистанции одна амарова чего стоит так что по крайней мере республиканцам надо на слушаниях активизироваться и вот эту кандидатуру атаковать всех сторон да будут говорить что это расизм будут говорить что это сексизм миссогинии какие-то там еще жуткие слова но задача республиканцев это показать всем кого собственно говоря байден ведет верховный суд и если это не просто черная женщина дочка никому делал нет быть не должно а левая активистка пусть все это видят и пусть все это прекрасно осынают это просто-напросто просто так утвердить не вступая в борьбу этого делать а ни в коем случае конечно в целом эта ситуация не очень хорошая что и столь же самый покойный судья коли об этом много раз говорил что утверждение судей она сводится не к обсуждению там реального их знания и понимания конституции а к тому что там они думают про аборты или про еще какие-то поправки совершенно лишние нужно имеется ввиду папа поправки с как с идеологической точки зрения чтобы если таки точнее выскажу и плохо но раз ситуация такая складывается к мимо глубочайшему сожалению что опять эти слушания не скорее всего будут не столько юридическими столько политическими и и пока демократы остаются у власти я боюсь ничего не изменится то по крайней мере ну и публиканцам надо делать то чтобы политические именно кандидатуры это это были выявлены стало очевидно что этот человек не идущий туда не потому что реальные заслуги а потому что вот правильные пола раса и правильные политические взгляды и правильные диалоги так что мы еще точно к этой теме вернемся и когда будет немного ясно кто будет назначен мишель и чайлз из кафарнистского верховного суда сейчас радио называют или еще кто но расскажу расскажу вам что это за там и такие как к ним стоит относиться но пока вот наверное расклад такой сдаваться республиканцам не надо ни в коем случае даже если повторяю вы понятны чем все закончится здесь самокрая если сергей что добавить с удовольствием передаю да к сожалению а вот этого политического обсуждения вместо юридического наверное уже не избежать и наверное никогда это не изменится так она и будет постоянно поскольку общество политизировано и не знаю похоже так она всегда и будет давайте мы на этом месте наверно остановимся сделаем перерыв небольшой возвращаемся в программу час иван дизинь денисова и прежде чем мы перейдем к следующей теме я имею ввиду вирджиния выбор даже не выбора последствия после выборов и не только губернаторную и генерального прокурора я бы все-таки хотел буквально на два слова вернуться к теме предстоящих слушаний по назначению суд судьи верховный суд безусловно любые слушания будут в поливаться в прессе как российские это уже бабушки ходить не надо мы это знаем заранее заведомо так оно и будет всякий сенатор от республиканской партии который будет задавать вопрос будет обзываться расистом но при этом я думаю что республиканцам все-таки пора научиться использовать эти возможности ведь вы посмотрите в каденцию трампа когда и в сенате и в конгрессе было большинство принадлежало республиканцам тем не менее демократы крутили как хотели они чувствовали себя абсолютными хозяевами положения и сейчас когда предстоит опять обсуждение очередных бредовых губительных совершенно законопроектов связанных из избирательным правом и так далее я думаю вот эту ситуацию с назначением республиканцы должны использовать на всю катушку про ну здравый смысл подсказывает это но как вы справедливо заметили линдзи грэм уже станцевал польку сказал что да действительно давайте и наверняка найдутся и другие что на самом деле очень плохо давайте попробуем принять звонок может быть а потом перейдем в следующей теме добрый день вот всегда считалось что люди с возрастом как бы переходят из левого состояния вправо вот те судей которых назначил трамп ну как бы по его предложению назначили и они были назначены с предложения то есть считались теми которые следуют конституции без нарушения и стараются не нарушать прав человека и так далее вот почему они уже не один раз голосовали с этими левыми активистами вместе я имею ввиду кавина и вторая женщина выскочила и спасибо но я не могу позалить в голову понимаете всегда есть рулетка такая кого-то слушание закаливают и мы получаем с вами томас который вообще-то ничего не не пугает гнет своей линии все а кого-то ломают если вы вспомните что сделали с кавана и нусбар это поменьше на нее тоже были какие атаки увы они значит не вы оказались слабоваты и не выдержали такого напора горсач не все его решения одобряю но все-таки он наверное пока остается из трамповских назначений самым действительно удачным к сожалению нет я вам говорил не раз и во время президентства трампа что нет такого республиканского президента который бы угадал со всеми назначениями судейскими увы такие проблемы они неизбежны и так возвращаясь к вирджинии но губернатор янкин начал свою деятельность так как и обещал противостоять там расовой теории и так далее так далее то есть все что он обещал на платил собственно на этой на или волне и был избран но и генеральный прокурор мирс тоже так сказать ним тоже республиканец избран генеральным прокурором и он тоже довольно активно начал действовать с момента вступления в должность вот об этом если можно да вот кстати что же кто знает возможно мы имеем дело с будущим судьей верховного суда может и кем посильнее потому что вот этот дуэт действительно впроизвод очень хорошее впечатление и мы вам рассказывали о всяких мутных левых окружных прокурорах которые оказываются пособниками преступности а миярос его так игнорировала пресса потому что он очень неудобный человек так как кубинского происхождения и вот придерживается неправильных взглядов а именно республиканец тем не менее он в последнее время в общем вышел из тени губернатора и сейчас у них такая конкуренция кто себя по проявит лучше именно с консервативной стороны и я естественно такую конкуренцию могу только приветствую но я очень быстро напомню что миярос себя проявил с наилучшей стороны еще когда был работал в палате делегатов это низшая палата законодательного собрания вирджинии где в частности он был одним из главных противников всяких этих антисемитских дел и друзей израиля и с другой стороны ну помимо его там экономических правильных подходов к например минимальному окладу труда против которого он выступал и целого ряда других еще он например был человеком который защищал памятники эпохи конфедерации потому что выступал против законодательства которое бы позволял их сносить и так далее но естественно главным его коньком если угодно стал закон и порядок уже тогда он например был против отмены смертной казни в штате и он был тем человеком который всегда много времени уделял жертвам преступления и семьям жертв что заметить тоже важно не поэтому когда предыдущая демократическая администрация в общем-то стала заниматься в штате какой-то ерундой ну понятно какой то есть поощрять преступность и наоборот сводить к минимуму права жертв то вот здесь меня раз сделал совершенно правильный вывод ты решил отправиться на выборы в роль окружного прокурора и он победил как я уже сказал его сначала проигнорировали потому что неудобный но сейчас игнорировать его становится все сложнее и сложнее потому что меня раз раз развернул весьма и весьма активную деятельность назвав себя новым шерифом и левые скрижещут зубами и проклинают его но генпрокурор пока верен себе и действует очень-очень уверенно он мы об этом даже немного тоже успели поговорить в разговоре о янкине уже начинает реформу своего офиса окружного прокурора а именно расчищает его от разнообразных ненужных отделов якобы правозащитных но в реальности просто напросто бюрократических где обретается всякая мутная публика которая непонятно чем занимается и как раз всякую леватню тащит в юриспруденцию совершенно лишнее он ведет обещает и будет вести в этом не сомневаюсь борьбу с антисемитизмом и в твиттере скажем в день памяти жертв холокост он даже опубликовал свои фотографии где не свои с поездки в израиль чтобы лишний раз напомнить об этих преступлениях и показать на чьей стороне он сам ну и самое пожалуй главное что он сейчас делает это то что он взялся за совет по условно-досрочному освобождению так как ситуация при которой по всей кстати стране не только вирджинии но преступники выходят на свободу самые разные уголовщины и опять возвращаются к своим безрадостным делам вспомнить о киршу то что там происходило и вспомнить опять то что творят прокуроры соросовские по другим штатам и замечательно что окружной прокурор генеральный даже пока прошу прощения конечно генеральный прокурор штат что он собирается навести порядок в этой области и что мы с вами получим наконец-то реальную борьбу не только с преступностью как с таковой но и с ее пособниками вот бюрократическом аппарате и с теми кто позволяет преступникам выходить на волю тогда когда они должны еще сидеть очень и очень долго но это еще не все две инициативы мияреса на которые я тоже обращаю ваше внимание это во первых он вывел вирджинию с такой коалиции прокуроров штатов на преимущественно демократических естественно которые требуют чтобы агентство по защите окружающей среды контролировала выброс звучит я понимаю красиво но в реальности это означает полный диктат федерального центра над экономическими энергодобывающими бизнес предприятиями штата янкин сказал что вирджиния теперь вирджинии война с углем закончена и что теперь мы выступаем за нашу энергосвободу от федерального центра так что до свидания что и я считаю тоже с его стороны очень очень разумные действия и мало того что янкин он и я раз нынешний случайно оговорился он поддерживает активную инициативу янкина о том что школах нельзя принуждать детей носить маски как сказал сам прокурор хотят дети чтобы родители чтобы их дети находили в масках по 8 часов но мы им не можем этого запретить к сожалению но требовать от всех такого этого делать тоже нельзя поэтому мы это отмене и последнее самое что сделал меня раз уже на этих выходных офисов генерального прокурора штата он может давать такие рекомендации но это к сожалению только рекомендации но тем не менее все таки это показатель и прокурор офис мира со издал рекомендацию всем высшим учебным заведением штата согласно которой нельзя требовать обязательное удостоверение вакцинации от абитуриентов от студентов и нельзя использовать вот эти самые требования для того чтобы переводить университеты на дистанционное обучение я конечно не очень вот здесь уверен что его рекомендация будет выполнена увы здесь надо законодателям уже пошустрить но тем не менее как мы видим то что делает мир из пока защита прав жертв борьба с преступностью борьба с антисемитизмом и поддержка израиля плюс как я уже сказал свобода от федерального центра вопросах экономики якобы экологии и вот все эти вся эта ковида тирания которую миерас пытается из штата вместе с янкиным устранить но все это указывает на то что человек который всего-то сколько там проработал меньше месяца весьма и весьма многообещающий джентльмены я желаю ему конечно чтобы во первых он не сбавлял хода а во вторых чтобы наоборот еще сам себя и превзошел потому что если мы с вами не знаю в каком году хочется надеяться что в ближайшем будущем будем поддерживать этих двух людей я имею ввиду янкина и мияреса не только на их нынешних постах ну а кто знает в сенат в тот же самый в верховный суд ну а дальше то почем знать почем знать может и до президентства дело дойдет но это я далеко вперед забегаю ну а вдруг тем не менее надо за ними конечно же следить чтобы они с верного пути не сходили и еще и показывали нам не такое между ними конкуренцию я поощряю и последний здесь интересный момент вообще заметьте есть такой негласный что я называю кубинский клан консервативный но это не означает что они там все друг с другом общаются конечно боже упаси но круза рубио мы знаем но вот есть люди которые тоже им не уступают а может чем-то и превосходит но если например судья в калифорнии такой роджер бенитос ему уже лет-то много и он как бы ветеран вот я напоминаю один из главных защитников второй поправки в штате хотя к сожалению и другие суды других инстанций ему постоянно мешают но вот сейчас появление например того же мияреса или есть такая женщина как мария салазар в палате представителей от флорида но она более умеренная но две инициативы я очень поощряю так как она проводит пытается провести закон согласно которому в школах должны будут учить в учебных заведениях рассказывать о преступлениях коммунистических режимов но едет с кубинским прошлым известно что и как и еще это вот ускользнуло от наверняка внимания многих из вас а очень важный момент байденовская администрация вычеркнула из списка террористических организаций какие-то там там длинные названия в общем повстанческие силы колумбии это такая марксистская левая террористическая группировка и блинкин вроде как ее считать больше террористической не считает и тревогу подняла как раз салазар конгрессуумен которая добивается того чтобы люди не даже несмотря на то что администрация байдена таким образом потакает террористом в который раз но вот салазар пытается добиться того чтобы люди связаны с фарк так-то коротко называется фарси если угодно за ты колумбийской террористической группировкой чтобы эти люди ни в коем случае в америке никак не появлялись и никаких висам не давали и так далее и так далее поэтому как ведь кубинские консерваторы в общем себя проявляют с лучшей стороны я сразу вам говорю это не означает что надо ввозить массово латиноамериканцев в надежде что все они станут мияросами салазар нет я напомню вам что есть такой товарищ как газ кон как окружной прокурор лос-анджелеса который ну полная противоположность мияросу но есть такое а коста про которого даже лишний раз говорить не надо но который не так давно выдала перл а именно что янкин с мияросом создают советское государство в вирджинии то есть человек который рассказал обожает кастро хотя живет в америке и рассказывает что его отец никогда не был диссидентом и сам он тоже никакой не диссидент но вот тем не менее видите режим кастро а коста это нормально а то что делают янкин и миярос это вот оказывается прям то советское государство и так далее поэтому тут все тоже хорошо в меру что называется и конечно же поощрять консерваторов латиноамериканского происхождения надо обязательно и и чем больше их будет я только рад но на это на этом фоне чтобы требовать там опять снимать все ограничения на иммиграцию рассказывать что приток людей из южной америки из центральной америки это обязательно сплошь будут вот такие консерваторы нет конечно так что здесь надо быть тоже весьма и весьма осторожным но а мияросу только удачи и надеюсь я еще не раз его помянула только добрыми словами здесь умолкно если себе что добавить с удовольствием передам слова я думаю что вот то что фарк исключили из списка террористических организаций по собственно с подачи блинкина это как раз для того и делается чтобы этих террористов перетащить чтобы у них была возможность или при нелегальном переходе границы или при легальном получении виз попасть в соединенные штаты америки похоже наши демократы там вдоль уходят и с мексиканским картелем с колумбийским картелем у меня создается такое впечатление хорошо идем дальше в канаде сейчас весь мир как бы с не терзь со вниманием следит за тем что происходит в канаде и я думаю что это будет иметь последствия не только для канадского правительства не только для канады а послужит неким примером и для остальных государств и мы уже кое-где это наблюдаем вот я правда знаете еще вчера я бы вообще на выходных я за этим следил и действительно казалось что вот шанс есть а вот представьте уже сегодня мой оптимизму увы поубавился сейчас объясню в чем дело но безусловно понимаете о чем мы говорим это конвой свободы так называемый да как в том помните старом фильме сэма пекин по который был хитом советского проката кстати говоря даже больше чем американского и мы видим что водители дальнобольщики протестуя против принудительной вакцинации и запрету перемещения одного места в другое из одной страны в другую без этих самых вакцин они вот устроили такое конвой что называется до оттавы чтобы показать всем и выразить свое неудовольствие здесь само по себе это естественно вполне разумно и перед нами действительно мирный процесс мирный протест а не то что мы наблюдали в двадцатом году со стороны блмщиков и так далее но опять заметьте как это сначала просто игнорировалась потом стало выясняться что конечно же это белые супремасисты антисемиты и сломофобы кто все это организовал и что вообще эти дальнобойщики они просто-напросто фашисты и так далее и тому подобное но самое убойное я прочитал да я такое тоже не дочитаю на каком есть такой сайт там международный социалистический форум что-то такое название даже не запомню она там вообще утверждается что это никакие не рабочие это ставленники большого бизнеса которые вот и забочены тем чтобы всех вокруг себя заражать вместо того чтобы сидеть дома и колодца я как не выдумываю там написано открытым текстом в этой связи казалось бы да вот он момент тем более что труд трудо спешно куда-то сбежал и это вообще звучало как знаете новость из каких-то стран третьего мира к там как переворот происходит что скрылся да и находится в секретном месте а те сегодня вдруг еще и сообщил что он заболел ну появились естественно шутки помните эти истории с трудо с черным лицом что это все расизм потому что трудо на самом деле черный а и так далее но и наметились подобные же мероприятия в целом ряде других стран но что плохо во первых плохо то что основная оппозиционная партия этим моментом не воспользовалась я имею ввиду каркадских консерваторов то есть да отдельные политики вроде их недавнего лидера ширы еще нескольких человек заявили что они поддерживают конвой и так далее но глава нынешний консерватора ферри но тул оказался просто мямли и тряпка и так далее что там сперва ничего не говорил потом как то так что вот он да но нет теперь под давлением общественности вроде бы он уже пообещал что пойдет встречаться с дальнобойщиками и с ними значит что будет о чем-то там договариваться поэтому так себя политики не ведут появилась может сделать себе на этом имя партия она называется maverick party партия такая конечно несколько своеобразная она сепаратистская имеет своей целью отделение западной канады но вообще по своим установкам вполне себе такая разумные консервативные кстати говоря и хотя партия себя так скажем дистанцировала от того что она не организовывала ничего но там одна из деятельниц тамара лич такая она действительно участвовала в том сборе средств и так далее но тем не менее мэрик партия на этом деле вот она поднялась и кто знает может в ближайшем будущем она консерваторов потесни сейчас кстати об этом на следующий раз уже поговорим вообще такой интересный по европе пошел пошла такая тенденция этих небольших консервативных партий которые сотрясают обстановку но опять через неделю но вот только можно было вздохнуть но сегодня появляется представьте или даже наверное вчера я об этом сегодня вижу министр транспорта канады человек по имени амар алгабра надеюсь не переврал его имя известный борец с ломофобией и говорит что а ничего мы и дальше там будем ужесточать эти требования и вакцинация она продолжится и требования к вакцинации продолжится еще больше будет мы обещали в предыборной компании что мы это ужесточим и будем ужесточать и вот здесь мы с вами сталкиваемся конечно с грустным моментом потому что мы видим что нынешние власти и собственно говоря люди а вот теперь живут абсолютно в разных мирах то есть когда условно говоря левые рассказывают всем нам что они там за простых людей за народ и так далее но сталкиваясь реальными представителями народа в данном случае с водителями грузовиков начинают говорить что это вообще это неправильный народ это там фашисты и супремасисты и так далее а потом еще открыто игнорируют требования людей то вот здесь как бы начинаешь понимать что действительно политическая система весьма и весьма серьезном кризисе и вроде бы понятно что в преимущественно все-таки этот кризис он у леволиберальных силы партий но проблема в том что про партии правы и консервативные вот как-то этим моментом воспользоваться не могут потому что сейчас даже вот наверно момент переломный и если консерваторы и чего-то хотят то на этих антиковидных антилокдаун их и прочих мерах можно себе вернуть то что было утеряно на протяжении двадцатого года а вот будет ли это сделано мы с вами ну пока только зрители но канадцам и канадским водителям я желаю только удачи и хотя да там опять появились истории что это все организовано из кремля но это уже даже не смешно если честно я верю что там есть и наши соотечественники русскоязычные канадцы и даже я допускаю что там есть какие-то путинские товарищи но представить себе чтобы это было организовано отсюда тем более наши вожди боятся примерно того же поверьте мне что если они рано или поздно устроят подобные меры здесь то произойдет то же самое но как бы то ни было сейчас момент когда правы и должны действительно действовать и вот шанс такой что получив власть левые опозорились и самое время их вытеснять а вот дальше смотрим как дело пойдет одним миярусом тут увы не обойдется нужны более сильные действия в отличие от федеральных властей канады насколько я знаю информацию встретил о том что власти антарио по-моему отменили жесткие меры антиковидные ну вот как раз на этой волне то есть в возможно все таки какие-то последствия положительные будут и посмотрим как это будет проходить в европе и в сша как вы справедливо заметили в других странах тоже готовят нечто нечто подобное и наверное это будет иметь место и потом интересно вот завтра трюдо должен выступить с обращением к нации запланированным произойдет это или нет мы узнаем завтра еще завтра в 12 часов дня по нашему по чикагскому времени я надеюсь если ничего не сорвется у меня будут в эфире три человека журналист радиовера активист вот этого движения влад соболев который у истоков стоял другой он активничал по поводу вот этих строгих антиво антиковидных мер но и заодно поднимал это движение тракеров и дальнобойщиков и просто житель канады который со стороны так сказать его взгляд так что завтра в 12 часов из первых уст узнаем что там происходит и чего нам ожидать иван как всегда огромное спасибо будьте здоровы смотрите чтобы там вас не сразила простуда сезонная вода она у меня была но уже вроде почти прошла хотя ведь что-то иногда еще отзываются ну что в порядке оставьте спасибо большое и до встречи в следующий раз спасибо вам до встречи